Всем привет, привет, мои дорогие, с праздником, с нашим женским днём. Пусть в вашей душе всегда будет весна, пусть ваше дом будет всегда наполнен солнцем, чистым, ярким, тёплым. Пусть всегда в вашем сердце живёт любовь. Любите и будьте любимыми. В общем, я вас поздравляю, желаю вам самого-самого чистого, тёплого, большого, чистого, тёплого. Купи себе слона называется, да? У нас тоже, хотела вам показать по всем подоконникам, тут весна. Вчера я показывала вечером буквально, что я купила крокусы для бабушки, какие они были маленькие. Сейчас я вам покажу, что уже случилось с ними. И также с тюльпанами, которые, такой фон я взяла, конечно, для съёмок, которые мы купили в горшках. Смотрите, крокусы уже начали зацветать, то есть сегодня-завтра они уже полностью расцветут. И вот вчера показывала тюльпан, смотрите, уже бутон набрал цвет, прям уже вот-вот распустится. То есть вот всё очень быстро происходит. Также вот смотрите, те самые крокусы, которые я вам показывала, видите, они у меня уже отцветают. Но они прям густо-густо цвели, и у меня такое подозрение, что там новые цветочки уже всходят. А это нарцисс, про который я вам вчера говорила. Вот этого бутона вчера даже не было, и он уже тоже начинает зацветать. То есть вот у меня будут нарциссы в горшке. А вот гиацинт, смотрите, какой-то, видите, была маленькая, шишечка, кстати, жёлтого цвета он у тебя будет. Ну и тюльпанчики, вот ещё у Лики там стоят тюльпанчики. Смотрите, он жёлтый какой-то такой красивый. А вот такие красивые тюльпанчики у Ликоськи стоят. Ну, мои вы видели уже на фотографии. Ну, а мы сейчас едем сначала к маме с бабушкой, забираем маму, едем к бабушке с дедушкой на дачу. Поэтому утеплились, потому что у нас ещё полноценным ходом идёт зима. Не получается одеться по весеннему, мы так тепло, чтобы качественно, добротно и едем. Торик едет с нами. Ещё раз всех с праздником. Пока не забыла, хочу показать. Вот, смотрите, что мне Лика привезла, как круто. Крутая мама. Выясняю, кто как поедет. Всё, маму забрали, всех поздравили, бабулечку поздравили. Дашь не Тора посередине сада? Нет, ну ты что, у клахна? Вот. Ну, а ты что делаешь? И это, едем. Решают. Она идёт, кто как поедет. Здравствуйте. 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 Ой, как у вас здесь холодно? Холодно у нас. Ты имеешь в виду миска? Тор такой. Ой, действительно, неделю побыли в Сочи, всё, теперь Москва это у вас. У меня извините. Тора вообще не понимает, что происходит, почему он так ущемлён в своих движениях. На багажнике. Смотрите, за Тором слезит. Да Тор, не мешай ты, коту дай. Не можно уйти. Смотри, ты офигевает, что делает вот это животное белое. Иди сюда. Тора, а что ты смотришь на телефон-то? Лео. Лео. Ты кто? Чё, не ополчил? Иди сюда. Только не на меня. Иди сюда. Иди. Иди на подушечку. Вот сюда сайте, сети, да возьмём. Давайте пожарных вызовем, они с ним будут. Давай. Давай, давай. Вы видели новость? Иди сюда. Вы знаете, слышали новость? Там пожарные, короче, их вызвали, чтобы они кошку с дерева сняли, потому что он два дня там сидел. Да, это часто это бывает. А они её водой сняли. Ну что? Спускайся. Лео. Ну чё, ещё всего, по-моему, это вызывай. Он не хочет, что он, по-моему. Нет, он не пойдёт. Если бы он захотел, уж очень сильно он спрыгнул. Да нет уже никого. Лео, ушёл, ну чё, мальчик. Ой, ой, красавчик. Ой, бабоську, говорит, баба. Не надо поимпитать, что меня за темно вело. Давайте ко мне, скажи. Давай лучше здесь посиди. Он тебя забрать хочет от этого монстра белого. Всё нормально? Нормально себя чувствуешь? Он на улице уже. Он на улице, спускайся. Скажи, а народу-то много тоже. Лео. Лео. Только он же по-моему, не на меня сигнал, а остальное всё. Иди сюда. Он на тебе не сигарёт. Он вот на такой пятачок уличный тропает. Скажи, а у вас тут так много. Он ушёл, Лео. Знаете, что он сейчас делает? Вот это зеркало висит, он видит в нём Тора и следит за ним просто. Вот сейчас на меня смотрит. А так он смотрел в зеркало. И смотрел за Тором. Да, Торик? Смотрите, хоп. Смотри, смотри, смотри. Ты напрёкся. Чё? Чё такое? Это кто? Бабе цветы, дитя в мороженое. То есть он не так просто её смотрел через зеркало. Это зеркало. А это Лео. Красавчик. А это Тор. Это Лео. Дай я покажу. Смотрите, что мы опять купили. Вот эти вот тортимилка. Блин, надо такое название сделать, что нифига. Смотри, он сел. Тор, что бы ушёл. Тор такой, чё? Где он? Он потерялся из виду. Нет, у нас проблема. Мы его не видим. Да, да, да. Где он? В чём подстава? Да, Лео? Ты чего? Ещё раз всем привет. Мы уже дома. Смотрите, я... У меня такая раз это... Ну, у меня сегодня только тушь и пудра была на лице. И такое всё сейчас тушь размазанное. Знаете, почему это? Потому что... Ой, я на самом деле зарёванная ещё плюс ко всему. Но сейчас всё расскажу по порядку. Мы съездили к бабушке из Дашки. Отлично посидели. Так спокойно. Вкусно покошили. Знаете, такой стол был самый обычный. Вот картошечка, селёдочка, солёные огурчики, свежие овощи. Бабушка хлеб испекла. Блинчиков. Сегодня же масленица ещё начинается напекла. В общем, посидели, поговорили. Тор погулял на улице. Правда, зима-зима ещё. Снежок. Но очень всё так по-доброму, душевно. В общем, мы бы дольше посидели. Но надо было, Леке, ехать домой и делать уроки. Вот поэтому поехали. Вот хотела бы показать вам. Смотрите, что у меня есть в ней. Мамочка, что подарила на 8 марта. Всё-таки не ту кружку мы купили, так другую. Всё-таки достойные короны, как мама сказала. Вот такая кружечка. Ну, она снимается. Теперь у меня под кофе такая кружка. Что здесь написано? Она же не видна. Восхитительная и беспощадная. На самом деле, день закончился. Ну, понимаете, на самом деле, очень печально закончился день. 8 марта как бы вообще. Ой, это 8 марта. На самом деле, ну, если подумать, да, и... Наверное, как раньше бы я подумала и сделала выводы, и расстроилась бы, то такое... Сейчас, секунду. Брат позвонил. Вот. И, знаете, вот раньше бы я со своими вот этими заморочками подумала, что всё, жизнь остановилась, всё пошло через одно место. Ну, начиная с того, что Денис сказал, ну, мой подарок вовремя не поспел, который до сих пор не знает, что это за подарок. Мамин подарок не пришёл вовремя. Я обычно могла бы за это расстроиться, психовать. А то, знаете, ну, совершенно спокойно я как бы отнеслась, но нет и нет. Но когда я сегодня, мы поехали за мамой, мне прямо, мы приехали к маме, мне прямо плохо стало. Мне последние дни как-то вот неважно, да, себя тоже чувствовала, мне прямо что-то плохо стало. И всё, знаете, там... Раньше бы я подумала, что это знак, что не надо никуда ехать. Но я полчаса посидела, полежала. Вот. И всё. Ну, выговорилась, там с мамой поговорили. И всё, я прям просто вижу, что у меня ресницы склеены. Меня отпустило. Мы прекрасненько поехали, провели время. Но если бы на этом всё только закончилось. То, в общем-то, приезжаем мы к дому. Понимаете, ну, короче, я плакала, в принципе, от слёз. Но мне кажется, это какой-то был... И, знаете, бывает, когда вы смеётесь, и у вас приходят слёзы, и такой, ну, полуистерии какой-то. Ну, в общем, как это рассказать, я даже не знаю. Ну, расскажу вам. В общем-то, мы подъехали к дому. Я паркуюсь. У нас тут за домом. Вот. И Денис выходит, ну, хочет выйти, чтобы мне посмотреть, чтобы, ну, как я сдаю назад. Хотя у меня стоит партроник, но я путаюсь иногда в нём, честно. Вот. Ну, чтобы посмотреть, ровно-неровно я встала. И он начинает выходить, и я вижу, что он, как бы, уже двумя ногами-то вышел. И тут он резко вот так вот, знаете, локтями на сиденье опирается. То есть он уезжает, как бы. И на сиденье вот так виснет на двери, на сиденье, и висит. Ну, смотрите, это правда смешно. Но у него проблемы со спиной. Я говорила, у него проблемы со спиной, спина. И у него, короче, он подскользнулся, у него поехали ноги. Он ухватился, естественно, спина. Он, говорит, потом искал, мне что-то щёлкнуло. То есть у него дичайшая боль. Он встать не может. Он вот так висит. Я со стороны сижу, знаете, я так расстрелилась. Я не знаю, что мне делать. То есть машина заведена, я не допарковалась, потому что мне надо ещё прижать. Я думаю, куда мне выбежать, как его. И в этот момент, понимаете, вот это вот состояние. И вот, ну, наверное, у многих такое было. Когда что-то происходит, но вот при человек падает, а вам хочется смеяться. Ну, вот бывают такие моменты, когда у тебя просто ржать. Ты пытаешься его сдержать, тебе ещё хуже. Но у нас это нормально. То есть у нас с Денисом, ну, такие вещи происходят. То есть мы пытаемся всегда такие вещи как-то переводить в шутку, чтобы поржать. Ему больно. Я понимаю, что... А у меня, ну, ещё просто как мысль, что он сейчас сделает, как он вообще до дома тащит. Потому что, ну, если его сключило, он может сключить так, что он даже встать не может. При этом сначала я ещё ему говорю. Ну, то есть он думал, может, ноги отказали. Ну, что, понимаете? То есть потом, когда он уже, естественно, мне сказал, что просто у меня там что-то щёлкало, он тоже говорит всё с юмором. У меня вроде и смех. В то же время, ну, как-то неудобно смеяться. В общем, он сейчас, 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 он ещё приговаривает, так смешно висит на этих дверях. А он, ну, прям сам юморит. А мне... Ну, короче. Вот. И у меня в этот момент срабатывает, потому что это жопа. То есть сейчас это, возможно, просто на неделю, на две, что, возможно, он будет опять ставить блокаду, что это он в лёжку. Мы такое проходили. У нас есть эта проблема. У него грыжи. То есть, понимаете, да, это работа встала. Ну, как бы всё. И у меня видно внутренне, я понимаю, что какая-то хрень. Вот. И он всё-таки встал, отошёл. Самое главное, что я начинаю парковаться. Он же должен встать, ну, мне помогать парковаться. А я поворачиваюсь, и я его не вижу. То есть я так вот по окна, смотри, его не вижу. И у меня мысли, думаю, опять что шлёпнулся, там прилёг. Мне опять распирает на смех. Ну, то есть всё это прокручивает. Потом я смотрю, что он стоит вообще в конце машины. И у меня такой смех пробирает от того, что, ну, ты вообще дурак, что ли? Ты что, ты мне будешь помогать, если я тебя даже не вижу? Ну, вот. Ну, всё, припарковалась, вышла. Он, конечно, еле идёт. Он что-то бухтит, приговаривает. А он, ну, правда, с юмором всё это так. Типа, вот, дурак, я там что-то там. Вот, гордился собой, что не подскальзываюсь. Вот и подскальзнулся. Еле идёт, ему больно. Но при этом мы ржём. И у меня начинается просто истерика. Я понимаю, что можно смеяться. Я иду, что-то ему прочитаю. Начинаю ему что-то говорить тоже. Ну, такое, с иронией. Типа, какого хрена ты вообще полез? Чё тебе надо? 8 марта. Тебе надо добить меня. Вот. И он идёт еле, короче. Ну, мы идём до дома. А я, знаете, как это, жена бухтелка. Ну, это всё с иронией. Иду на него прочитаю. Что-то вечно всё так у тебя. И сама я дружу. У меня просто слёзы вот так вот. Мы просто вот так вот ручьём льются. У него слёзы. Мы прохомим наше окно. Вот такое, у нас окошко. У Лики открыто жалюзи. Я говорю, да, смотри, как красиво смотрится. Ну, посмотрите, мы идём, рассуждаем. И тут мы видим, короче, жалюзи вот так открытый. И у Лики Пук на голове. И он просто... Мы видим, только пучок шевелится. Я говорю, смотри, у Лики Пук шевелится. Он просто ржать. У него спина болит. Он ничего не может. Он ему больно. В общем, я сама... Он говорит, надо ей позвонить и скажи, что у него Пук шевелится. Ну, это, наверное, это истерика называется. Вот. Идём к подъезду. А там вот такая, пригорок как бы подняться. Я ему говорю. Я смотрю, он ногу ставит. Не так, чтобы, ну, там небольшой пригорчик поставить. Вот так, правильно, пригорок. Может, нога опять поставит прямо. А он ставит на пригорок. Говорит, ты что ставишь на пригорок? Тебе надо на целый. Говорит, сейчас ты мне ещё громохнёшься опять. Он идёт. Как я тебе поставлю? Я только на 2 сантиметра могу ногу двигать. Ну, то есть, понятно, что сейчас, наверное, я рассказываю. Это непонятно. Но в тот момент, то есть, представляете, я плачу. Он плачет просто. И мы идём, эту хрень просто несём. В общем, мы кое-как поднялись. Зашли в квартиру. Лика, значит, вышла. Я что-то ей начинаю говорить. Он идёт в комнату. Сейчас, сейчас, сейчас такой, знаете, с таким. Мне только лечь, лечь. Я сейчас полежу, и всё пройдёт, всё пройдёт. Вот. В общем, он ложится. Я уже сейчас настолько это всё происходила. Это какой-то 10 минут. Он начинает раздеваться, чтобы лечь на кровать. Я ему что-то приговариваю. Причитаю всё. И в этот момент я начинаю кашлять. То есть, я начинаю кашлять. И получается так, что я почему-то вдохнуть не могу. И выдохнуть. Короче, у меня поперёк горла что-то стоит. Я давлюсь слюной. И, простите за подробность, у меня просто начинается рвотный рефлекс. Вот честно. Простите за подробность, но это просто не вырваешь из контекста. Я на него смотрю, стою. Он на меня вот такими глазами, с этой больной спиной. Эй, ни туда, ни сюда. Я понимаю, что меня чуть ли сейчас, ну, не вывернет наружу. Я не могу остановиться, у меня захлёбываюсь смехом. В общем, я всё, я не могу даже вдохнуть. То есть, у меня всё, ни туда, ни сюда. Он на меня смотрит, не понимает, что происходит. Я просто, ну, в какой-то момент собралась, так вдохнула. И просто стою. Он такой на меня смотрит. Ты что, хотела это сейчас сделать? И я просто опять в покат. Я говорю, ты меня довёл. Ну, мы это всё в шутке. Ну, типа, чуть дорвоты. Я по-другому сказала. Ну, типа, чуть дорвоты, меня не довёл. Что ты за мужик? Типа, замуж такой. Это всё с юмором, со смехом. Типа, спасибо за 8 марта, смехом довёл, да. Ну, простите, ну, вот так это было. Вот. В общем, и мы ржём. Он такой стоит на меня. Ты только не смейся, типа, хорошая. А я, ну, то есть, мы вспоминаем этот момент. Ладно. Он садится, ну, раздевается, снимает штаны, садится, накрывает, чтобы блещ. И я стою над ним. Ну, понимаете, это всё с иронией идёт. Я, типа, бухчу, как эта жена такая бухтелка. И тут он как заорёт. Я на неё смотрю. Говорит, ты чё, вообще что случилось? Говорит, а-а-а. И за ногу хватается. Я, ё-моё, ты чё, дебил, делаешь? Это всё с юмором. То есть я чё, покалечить решила до конца? Сама ржу, не могу. Просто Лика не понимает, что происходит. Она смотрит. А я, когда ещё вошла в квартиру, я залетаю к ней в комнату, что-то искать, что, типа, мы приехали. То, что мы её завезли раньше с Тором, а потом повезли маму. Она на меня смотрит, говорит, мам, ты чё, плачешь или смеешься? Она не может понять, я всё. Она ходит на нас. Он за ногу держится. Я, ты чё? И тут он. Мне телефон. А я смотрю на полу тоже. Уголочком прям по пальчикам. Всё, я просто ещё больше. Короче, это просто была какая-то истерика, наверное. Ну, наверное, минут 20 мы вот так вот начинают машину. Да всё просто. Но, знаете, я поняла, что такой выплеск был эмоций. Такое. Ну, как-то, знаете, сейчас, ну, всё спокойно, да. И вообще, я поняла, что сейчас так у людей много надо эмоций модно сдерживать свои. Знаете, наверное, под это влияние, типа, вот, что как бы не принято показывать эмоции, там, ещё что-то. Ты сейчас не накричишь, ты лишний раз скажешь, что, ну, какая, кричит. Вот. Ну, и в общем, у нас вот такой себе выход эмоций. Но он, значит, это, ну, таблетку ему дала безбольщик. Говорит, давайте я разотру сейчас. Он сейчас лежит. Вроде полегче, но он сейчас встал в туалет. Это, конечно, я просто уже знаю, какие у него боли, как. Я думаю, что это может на пару дней затянуться у нас вот эта вот история. А то и на неделю может сейчас пролежать. Вот. А мы ещё с ним такие, мы селёдки столько съели. Он, блин, я столько селёдки, я сегодня пить будем много. Блин, это значит, в туалет ходить. А ему тяжело даже в туалет вставать. Вот. Ну, и как бы, знаете, вот, честно, я могу сказать так. Вот, когда ты находишься вот в этом состоянии, как я рассказывала, когда у меня было вот это, господи, я уже даже забыла, как называется. Ну, невроз мне ставили, да, наверное. Ну, невроз, да. Вот эти атаки, когда у меня были. Ты вот эти все вещи рассматриваешь со стороны какого-то пессимизма. То есть вот, всё не так, подарки не подарены, нормально всё не сложилось. Поехали. Наверное, это знак не ехать, раз неплохо. Вот так бы я думала. А здесь я просто через силы, они все мамы уже, ну, все же знают, напуганы как бы этими историями. Они такие уже, типа, ну, может, не надо ехать. Я говорю, нет, мы поем, говорю, успокойно. Они все так, ну, иди, полежит. Я говорю, так, давайте, говорю, хорош. То есть я прямо говорю, я сейчас всё нормально, просто чё-то вот меня клинануло. Где, ну, какое-то было такое состояние, словил, вот, знаете, бывает такое, что... Ну, потому что эмоционально тоже с утра встали, надо собираться. Велика, Денис, там, я эти подарки собираю, там, надо ещё что-то. Ну, вот у меня бывает такое. Вот. И вот это завершение, конечно, то, что он сорвал спину. И раньше его, конечно, я вообще всё в унынии, потому что это, значит, работа минус. Это, значит, минус деньги. Это, значит, ну, всё плохо. Вот. И сейчас я понимаю, что ничего хорошего, да, но как-то отношусь к этому, наверное, более спокойно. И, знаете, я, ну, это проще, так жить проще. Ну, ты думаешь, ну, что, ну, блин, ну, все бывают, да, волны по-всякому. И бывает, что, там, еда есть, да, там, так основные деньги есть, ну, что-то где-то подэкономить всегда можно. Вот. А раньше бы вы что? Я прямо была и в истерике. Вот она отличается, а тогда я не понимала, как можно по-другому мне нервничать, мир рухнул. То есть, вот, понимаете, что у человека в том сознании, то есть у меня происходило сознание, в смысле я не должна спокойно реагировать. В смысле ничего страшного не произошло? А как так? Неизвестно, что сейчас во спину, а как ее лечить? Теперь вообще все плохо. Вдруг что-то совсем плохо пойдет, и денег не будет, и того не будет, и как, сейчас он будет лежать, и вот это, ему больно. Надо теперь блокаду ставить, врачи, ну, то есть, как бы, я начинала на себя это все брать. А сейчас, я, например, думаю, ну, он взрослый, и я носилась бы с ним, ну, что тебе-то помазать, давай тебе то дам это, сейчас я спокойнее отношусь. Я просто поняла, что он тоже взрослый человек, и у него есть инстинкт, он не себя движением, но у меня есть инстинкт к самосохранению вообще-то. Ну, как бы, так-то, вот, и, ну, вот, такие были разные вещи у меня, но как-нибудь надо записать, наверное, может быть, отдельное видео, как это все происходило, потому что только сейчас, ну, то есть, прошел сколько год? Вот, ну, чуть поменьше, только сейчас я могу об этом уже что-то рассуждать и говорить, что изменилось, то есть, какие-то и то, в любой момент, вот так вот может переклинить. Я это все понимаю, к сожалению, очень много людей так, вот такое проходит, и, к сожалению, многие не понимают, что это все, можно от этого избавиться. Вот, вот так у нас закончился 8 марта, вот с такими вот приключениями, в общем-то, муж решил, ну, понимаете, он и так переживал, что, ну, цветы, понятно, да, но он очень переживал, что вот там подарок. Я говорю, слушай, а какой еще, ну, хотел что-нибудь мелочевку, я говорю, слушай, не надо ничего. Я говорю, вот, я книгу, ну, я ему прям сижу, говорю, вот, смотри, я книгу только получила, я же на твои деньги купила, на твои. Потом, вот, я биодерму купила, ну, так-то, ну, по сути, вот. Я говорю, ты что, какие еще, ну, что, я говорю, мне вот сейчас вот так, я не знаю, что, говорю, ты мне подарил, ну, подаришь, но, как бы, мне вот так сейчас ничего не надо. не, ну, глобальные какие-то вещи, да, там, может быть, и нужны, но они сейчас, это не 8 марта, и пока это не обсуждалось, ну, там, знаете, там, говоришь, какие-то вещи, ну, к весне, да, всем хочешь что-то новое, ну, такого, я говорю, успокойся, я говорю, ничего, на то и одна жена, чтобы понимать какие-то, он прям, ну, такие вещи, что бывают такие несостыковки, потому что он говорит, ну, мне вот прям есть чувство каким-то уродом, говорит, что вот, я вот так, это первый раз, конечно, ну, потому что он решил заказать, обычно ушел, просто покупал, это был у меня один раз прикол, с 8 марта это молодые, мы прям совсем-совсем молодые были, ему вообще сложно сюда подарки покупать, вот, он никогда не знает, в общем, и я привыкла, что папа, он всегда, ну, вот, как я росла, да, что с утра мы все встаем, нам цветы уже папа встал, принес, то есть он, ну, такой тоже сбалонный мужчина, ну, то есть округ женщин у него крутились, но 8 марта он вставал, уже с цветами приходил, он вставал заранее, шел, покупал, готовил завтрак, ну, и подарки там раздавались, хотя, знаете, там, например, мне точно так же там покупал маму подарок, там, бабушке мама выбирала, ну, то есть как бы они вместе с папой шли, но у вас сам он покупал маме непосредственно, а так вот цветы все, и один раз, это еще до рождения Лики было, наверное, мы были расписаны, ну, год-полтора, ну, может быть, два, 8 марта, он такой, выходной день, проснулся такой, потянулся, то есть он себя не утрудил встать заранее, встал, я на него так смотрю, то есть, а у них дома немножко по-другому, вообще было не принято ни подарки на день рождения, но у них как-то вот вообще по-другому, ну, семья большая, детей много, и как-то у них и мама, ну, в общем, другая семья, другие, как это, ну, короче, другая семья, господи, все теряю с головы вообще, вот, не ритуалы, как называется слово, хотел сказать ритуалы, другие ритуалы, нет, не ритуалы, а другие семейные традиции, вот, конечно, они получали подарки на день рождения, там, на Новый год, ну, с 8 марта, как бы, хоть их и много, но какие-то открытки делали, наверное, по детству, ну, в общем, ладно, встал, потянулся такой, знает, позавтрак, я на него смотрю, думаю, что такое, а он, как бы, предполагал, что, ну, он сейчас встанет, то есть, ты пойдет за подарком, то есть, он не подумал это сделать заранее, я не помню причину, может быть, это был там, до этого он работал неделю, 8 марта, например, была суббота, он не позаботился об этом заранее, я не помню причину, в общем, и он такой, ну, ладно, мне надо пойти сходить по делам, я говорю, хорошо, иди, 8 марта, я дома сижу, то есть, я понимаю, что он пошел за подарком, короче, его не было 3 часа, 3 часа, приходит довольный, приносит, и приносит мне духи, как сейчас помню, кинзо, вот тебе, любимая, я молодая, когда была дерзкая, и я ему говорю, ну, это помни цветы, я говорю, подожди минуточку, я говорю, ты 3 часа ходил, выбирать мне подарок, и выбрал духи, банально, он, ну, говорит, я просто не знал, что тебе подарить, я ходил, все смотрел, смотрел, но он действительно там, потому что мне тогда для маникюра аппарат подарил, который потом валялся, ну, такое, не как сейчас профессионально, тогда этого всего не было, он мне какие-то такие дарил, бывал вещи, вообще несуразные, то есть, ему казалось, что, ну, что-то необычное, и вот, но я ходил, смотрел, я не знал, что выбрать, вот это вот все вот тут, ну, в общем, я подумала, что духи в любом случае себя нужны, короче, мы так с ним разосрались в этот день, просто вдрызг, я ору, ты что, типа, 3 часа, и мне какой-то этот принес, духи, там, это, он стоит на меня, что-то тебе не нравится, тебе не нравится, и я ему, ты пошел, ты, типа, с самими духами, он просто берет и выкидывает их в окно, он прям открывает окно и выкидывает, я стою, мне жалко, во-первых, их, ну, в общем, короче, как всегда, ссора, ссора, потом, естественно, примирение, мы так всегда, мы ссорились, но потом очень ярко мирились, нам все это, как бы, все было, все проходили, вот, мне так духи было жалко, думаю, блин, а я всегда доведу, знаю, что сделает, знаю, что доведу, а потом такая, блин, ну, не надо было, короче, а у нас как, он выкинул так из окна, что у нас внизу в доме магазин, и там крыша магазина, а подруга у меня живет на втором этаже, и у них окна выходят на эту крышу, представьте, вот они живут, второй этаж, у них у всех окна на эту крышу уходят, конечно, не лучшее место, зато у меня собака, у нее была собака только маленькая, она опускала на крышу ее гулять просто, вот, и я ей звоню и говорю, слушай, там коробка должна быть с духами, можешь глянуть, а она прям могла выйти на эту крышу, он нам говорит, да, вижу, типа, прям под нами, в общем, она вышла на эту крышу, взяла, представьте, они даже не разбились, ну, снег был, и они мягко упали, даже не разбились, я говорю, забери, я говорю, приду, заберу, естественно, я забрала эти духи, естественно, я ими пользовалась, была довольна, но мне надо было высказать в своей семье, было совершенно непонятно, как можно 3 часа, 8 марта меня оставить на 3 часа и купить мне, ну, то есть, я думала, сейчас мне что-то фееричное принесет, фееричное оказались духи, вот, вот такая история у нас была, и, в общем, он сейчас, он действительно так переживал, он говорит, вот, как-то некрасиво, я говорю, знаешь что, я говорю, наверное, я тебе на то и жена, для того, чтобы понимать такие нюансы в жизни, я говорю, я тебе не девчушка, с которой ты только начал встречаться, с которой тебе надо ее завоевать, покорить ее сердце, и как-то перед ней себя показать, я говорю, ты как бы, ну, наверное, этим отличается, да, наверное, когда ты долго начинаешь встречаться с мужчиной, еще с кем-то, у тебя к нему, ну, тебе непонятно, возможно, такие вещи, то есть, естественно, ты будешь думать о том, что, блин, ну, не пришел мой подарок, ну, да, желательно возместить хотя бы там каким-то минимальным еще подарком, что-то подарить такое, может быть, какую-нибудь даже мягкую игрушку, грубая, но объяснится тем, что подарок придет позже, да, ну, короче, выкрутится, конечно, я в такой считаю ситуации, мужчине нужно выкручиваться, там, парню, мужчине, это нехорошо, когда вы только еще на уровне вот этих встречаний, но мы живем, ну, не живем, мы встречаемся 20 лет, живем 18, замужем, и мне кажется, женат она этим отличается, что все поймет, да, и как бы принимает, я же сама все вижу, сама все знаю, вот, а лишнее мне там игрушка, ну, в принципе, любой женщине приятно лишнее, там, какая-то открыточка, игрушка, но я такой уже стал прагматичный, наверное, человек, что, ну, зачем, вот, вот так вот, и вот, видите, еще вот это вот все подвернулось, он сейчас, конечно, тоже расстроился, что так случилось в конце, но мы это все обыграли, как бы у нас всегда вот это поржать, посмеяться, все как-то в шутку переводим, ну, вот, потому что, знаете, многие, может быть, не понимают таких отношений, есть очень требовательные женщины, и в какой-то мере, я думаю, блин, я уже не такая, что живла, и я не считаю, что это плохо, когда женщина, например, становится такой требовательной, иногда для некоторых мужчин это нужно, и, наверное, где-то для моего Дениса не помешало его какое-то более жесткое, жесткое требование, но я вот такой вот человек, вот, как-то вот, не знаю, мы как-то вот, знаете, вместе росли, вместе становились на ноги, мы вместе много чего проходили, и он вместе со мной это все вырос, прошел, он встал на ноги, он учился там, всему работал, и, по сути, у него никогда не было, ну, своих там чего-то, чтобы там прятать что-то, мне что-то своего, у нас всегда все вместе, поэтому здесь такой момент, ну, мне кажется, нормально, вот, ну, конечно, если из раза в раз, но ему там это, он тут тоже, он был период, что он мне там на день матери сам стал дарить, цветы приносить, а в этом году, по-моему, он что-то как не принес, но он в соцсетях же сейчас это много распространяется, поэтому он знал, а сейчас ему некогда и по этим соцсетям, и, конечно, забыл, он не принес. Я ничего не сказала, но, во-первых, день матери, да, это дети, Лика меня поздравила, конечно же, но он как-то раньше приносился бы, ну, не раньше, там, может быть, года 4-5 подряд, а тут нет, я так на него, типа, со смехом, с иронией, но я ему намекнула, что, милая, что это случилось-то? Ну, опять же, у меня нет, правда, обиды, у меня нет претензий, потому что, знаете, в какой-то момент я поняла, что смысл, вот претензии, он не поменяется, он такой, как есть, но либо уходи от этого человека, все, ну, если ты, либо принимаешь его таким, каким есть, то есть у меня был момент, когда у меня на весах стояло, я подумала, что, может быть, это не то, что мне надо, может быть, это, ну, загналась, загналась там еще, как мне с одного поднакапывать, с другого, знаете, бывает такое, и я прям все, а потом, и вот, знаете, начались ссоры, как-то вот придирание, какой-то вот дискомфорт в семье, но при этом уходить, я как бы расходиться, я не хотела, знаете, как бы, вот, и потом я для себя поняла, я приняла, то есть, ну, либо ты принимаешь и не все, если он тебя вообще не устраивает, уходи, что ты тогда мозг, как она патишь, и себе, и ему, да, то есть, вот это вот только рушь, отношения, либо ты его любишь, ты хочешь быть с ним, ты его принимаешь таким, какой он есть, и перестань по всякой херне, конопатить, и это вот произошло у меня, наверное, года 3-4 назад, такая переоценка резко, ну, там, поспособили щеки, поспособствовали потом вещи, и у нас на самом деле, очень мало стали мы ссориться, то есть, но всегда ссоры, конечно, начинал я, все, я говорю, у меня нет к тебе претензий, вот, а я прям по каждой хурме, знаешь, за каждую хурму я его прям, да ничего хорошего от этого не, не происходит, то есть, брак от этого крепче не становится, и, действительно, пересматриваешь, ну, господи, что придирался, ну, сейчас могу, конечно, но не так, вот, не знаю, мудрость это или что, ну, вот так, ладно, еще раз всех с праздником, еще и масленица началась, давайте, у нас будет активная неделя готовить блины, вот, я как раз ровно год назад, но вот в том году, когда была масленица, я первый раз в жизни готовила свои блины, и вот уже год я пеку, и неплохо получается, мне даже нравится это, вот, все, пока-пока, увидимся еще.